Я хотел бы поздравить, конечно, ребят, они отдали силы, все силы, наверное, так можно сказать, обычно говорят, но могу сказать, что сегодня у них была хорошая, можно сказать, работа, любимая хорошая работа, хотя они играли, играли ровно в обороне и в атаке. Да, был у нас там один визот неприятный, но мы в целом сыграли достойно, второй тайм, забили и, соответственно, не дали забиться, не дали вообще ни единого шанса. В целом, хорошая победа, двигаемся. Перейдем к вопросам, пожалуйста, Рушан. Рушан Садыков, Кесандрин, прямо сейчас вы на первом месте находитесь, вас на текущий момент все устраивает, составе, в игре? Никогда ничего не устраивает, вот, можно так сказать, есть на чем работать, то, что первое место, еще многие клубы не сыграли, те, кто рядом с нами, кто выше был у нас. В целом, мне нравится наше отношение к работе, к играм, поэтому вот это могу сказать. А дальше уже будут решать, конечно же, дальнейшие игры, ну и, конечно же, ребята, как они будут дальше прогрессировать. Также у вас сегодня только на замену был Штурслан Червяков, который в первых матчах был ярый, забивал голы. Что-то у него с физической формой или это тетические соображения? Ну, я не могу сказать, что у него что-то с физической формой, но у нас есть конкуренция, у нас фактически по три игрока на одну позицию, вот, и, соответственно, мы перед каждой игрой выбираем, кто будет у нас начинать игру, ну, в принципе, можно сказать, что где-то даже смотрим по соперни. Очень понравилась игра ваших защитников, как получилось выбрать вот именно таких ребят. Или это как раз по защитникам такого большого метания нет, когда вы выбираете? Именно на игру. Да? И в целом тоже как? Просто за зависть берет за такое качество игроков защитников. Ну, изначально у нас хорошие ребята подобрались, да, и мы ведем селекцию на эту тему. Вот, но, конечно же, для любой команды главное всегда, чтобы у нас, ну, команды, да, были грамотные защитники, которые будут придавать уверенности команды. И ровно играть как в обороне, так и в атаке начинают. То, что сейчас у нас, ну, как бы нормально идет, это их работа, в первую очередь, надо. Я говорил о том, что надо работать всегда над собой, поэтому здесь мне нравится, как они, как они сейчас подходят к своему делу. Ну, дай Бог, чтобы это все дальше продолжить. А вы сказали, что у вас сил не осталось, но вы просто дивалки так громогласно праздновали, как будто еще два матча можете подряд провести. С чем связано это празднование? Ну, это эмоции, ну, всегда, когда победы, они придают больше эмоций, сил, я думаю, это уже... Победа – это есть уже восстановление, можно так, психоэмоциональное. Поэтому вот связано с этим, потому что я хочу поздравить вас с замечательным праздником, с 350-летием. И, конечно же, крепкого здоровья, мирного неба. Ну, и что касается команды, конечно, мне всегда приятно приезжать в Уфу, очень нравится город. Конечно же, и хотелось бы, чтобы у вас в дальнейшем все складывалось только наилучшим образом, чтобы команда компрессировала и выходила в пример. Мы сейчас создаем команду, которая будет бороться за самые высокие места. Первый лифт. Поэтому все зависит от нас, как мы будем играть. Выполнили ваш опыт, это выполнили? Бывает, что опыт. Играет футболист. Да, мы же не выходим на футбольную.